Библейский портал экзегет.ру представляет Мы видели примеры основной мысли нашего хрониста, нашего автора. Когда царь угоден Богу, то все хорошо у царя и в государстве. Когда царь не угоден, отпадает от Бога, то начинаются проблемы. А есть ли исключения? Да вот, пожалуйста. После всех этих событий, в которых Языкия ввел свою верность Господу, в Иудею вторгся ассирийский царь Синахириб. А это довольно-таки известный царь. Это около 700 года до нашей эры, и он мощный завоеватель. Ассирия к этому моменту жестокая, очень властная держава. Он начал осаду укрепленных городов, намереваясь их захватить. Когда Языкия узнал, что Синахириб напал на Иудею и собирается идти войной на Иерусалим, он, посовещавшись со своими военачальниками и воинами, получив от них одобрение, скажет, сейчас пошел молиться Богу, нет, стал действовать, решил перекрыть воду в источниках, располагавшихся за городской стеной. Собралось много людей, они перекрыли источники и поток, который протекал по стране, говоря, сюда придут ассирийские цариты, к чему оставлять им изобилие воду. Вода главный ресурс, без нее человек не может. Пищу еще можно потерпеть, там 2-3 дня они поесть и привезут. А воды надо много и каждый день. Войско без воды погибнет. Приободрившись, Языкия отстроил разрушенные участки городской стены, на ней возникал башни, снаружи построил еще одну стену, а также укрепил мелло в городе Давидовом. Это мелло, которое бесконечно везде встречается, непонятно что, какая-то территория, видимо. А может быть, насыпь, возможно, это платформа. То есть стена, гаража, она неровная, пока-то строится стена, засыпается пространство между стеной и горой, и появляется ровная площадка. Вот, может быть, это мелло. Он приготовил много оружия из щитов. Он назначил военачальников, собрал их на площади у городских ворот и стал убеждать такими словами. «Будьте твердыми и стойкими, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского со всем его воинством, ибо с нами еще большая сила. У него человеческая мощь, но нам поможет, и будет за нас сражаться Господь наш Бог». И люди обрели уверенность, выслушав, что сказал им языки царь Иудейский. Тут же очень важная вещь. Он, если бы он только молился, наверное, толку бы не было. Он действует, действует очень разумно. Лишает нападающих заранее в воды. Своему войску он, во-первых, внушает мысль о том, что надо сражаться, во-вторых, он готовит оружие из щиты. Какой смысл сражаться, если у тебя только палки? И будет ли это успешно? А вот неизвестно. Все-таки очень мощное государство. Ассирия и армия огромны. После этого ассирийский царь Синахириб послал к Иерусалиму своих приближенных. Сам он во главе своего войска в это время осуждал Лахиш. Один из городов, и, кстати, там, Ассад Лахиш, это и в ассирийских источниках хорошо известно. С речью к иудейскому царю Иезакии и ко всем иудеям, находившихся в Иерусалиме. Он велел передать им. Вот начинается вражеская пропаганда. Так говорит ассирийский царь Синахириб. На что вы надеетесь? Как вы собираетесь переждать осаду Иерусалима? Разве не лжет вам, Иезакии? Разве не собирается уморить вас голодом и жаждой, когда, говорит Господь, наш Бог спасет нас от ассирийского царя? Не воле святилище и жертвенники уничтожало Иезакии, велев жителям Иудея Иерусалима поклоняться и совершать воскурение лишь здесь, в Иерусалиме, пред этим жертвенникам. То есть реформа Иезакии, его поддержка храма, его отказ от множественности мест поклонения, которые неизбежно оборачиваются языческими влияниями, потому что расползается вот это поклонение Богу на куски, понимается ассирийским царем, как, наоборот, некое оскорбление Бога. Чем больше жертвенников, тем лучше. Но это с точки зрения примитивного язычества. «Но разве сами вы не знаете, что сделали мои предки и я сам с народами всех стран? Что смогли помочь этим народам их боги? Смогли они спасти от меня их земли? Кто из богов всех тех народов, что были уничтожены моими предками, смог спасти от меня свой народ? Как же вас спасет ваш бог? Так что пусть не обольщает вас языки, и пусть не тешит этой пустой надеждой. Не верьте ему, ибо нет ни у одного народа, и ни в одном царстве такого бога, который смог бы спасти свой народ от меня или от моих предков. И ваш бог не избавит вас от меня». Понятно, это похвальба. Понятно, что, конечно, невозможно с этим согласиться верующему в единого бога. Но мысль характерна. Бог — это инструмент. Вот мои боги, — говорит Синахириб, — мне помогают завоевывать другие страны. Другие боги не могут предотвратить этих завоеваний. Здорово, мне нравится. Но в этом случае бог — это всего лишь еще один инструмент в руках Синахириба, как он это видит. Единый бог, собственно, отличается от богов-язычников тем, что он не инструмент, а человек может быть проводником его воли, в том числе сам Синахириб. И другое говорили приближенные Синахириба против Господа Бога, его раба из Икии. Еще Синахириб написал письма, в которых бронил Господа Бога Израиля такими словами. «Как боги народов всех стран не спасли их от меня, так и Бог из Икии не спасет свой народ от меня». Все это они кричали громким голосом по-еврейски, чтобы слышал весь собравшийся на стене рюссалимский народ. То есть это пропаганда уже, это не просто переговоры. Он ведет переговоры публично, чтобы весь народ слышал, убоялся и сдался. Они надеялись запугать и устрашить народ, чтобы легче было завоевать город. Они говорили о боге Иерусалима точно так же, как о богах других народов, тех богах, что сделано руками человеческими. Вот это вызов, который принимать уже может Бог, а не только Икия. «Царь Иезекия и пророк Исаия, сын Амоца, тот самый, который в книге пророка Исаии, стали молиться об этом, вызывать о помощи к небу. И Господь послал ангела, который уничтожил всех могучих воинов и военачальников и полководцев войска ассирийского царя. Тот с позором отправился обратно в свою страну. А когда он вошел в храм своего бога, его родные сыновья закололи его мечом». Что за ангел, как он уничтожил, какой-то мор, что-то еще, мы не знаем, это не очень важно. Но есть ирония, да, вот убивают его в храме его собственного бога, его собственные сыновья. Как такой ответ, ты говоришь богу, что не способен он спасти свой народ от твоих рук, так ты в своем собственном городе, в своей столице, среди своих сыновей способен ли выжить без этого бога, без его помощи? Тоже оказывается нет. Так Господь спас языки и жителей Иерусалима от ассирийского царя Синахириба. Он оберегал их от всех остальных врагов, ограждал их со всех сторон. После этих событий многие стали приносить в Иерусалим пожертвования Господу и подношения иудейскому царю языки, прославившемуся среди других народов. Он победил ассирийцев, чего никто другой не смог, отбился от них, поэтому лучше с ним дружить. И, однако, не все так хорошо получилось с самим Иезекиевым. Человек смертен. В это время Иезекиев заболел смертельной болезнью и взмолился к Господу. Тот ответил ему и послал знамени. Кстати, подробно в книге Исаии, в четвертой книге царства об этом. Но Иезекиев не отозвался должным образом, потому что возгордился, и гнев небесный обрушился на него, на Иудею и Иерусалим. Послал знамени, то есть подтвердил каким-то чудесным образом, что Иезекиев исцелен, но тот не поверил. Тогда Иезекиев смирил свою гордыню, как и жители Иерусалима, и до конца жизни Иезекиев гнев Господень более не коралл их. Почему так блекло общими словами, вместо того, чтобы рассказать подробно, что здесь было, как? Вот не очень почему-то это важно. Наверное, потому что Иезекиев для нашего повествователя это образец праведного царя. Нельзя не упомянуть неправедный эпизод, но не надо на нем сосредотачиваться. Иезекиев был очень богат и славен. Он устроил сокровищницы для своего серебра и золота, для драгоценных камней, благовоний, счетов и иных ценностей. Также он сделал склады для зерна, для вина и для оливкового масла, стуэла для крупного изогона, для мелкого скота. Он устраивал поселение, владел множеством скота, потому что Господь даровал ему огромное имущество. Это Иезекиев перекрыл верхний выход источник Агихон и провел от него туннель к западной части города Давидова. Кстати, этот туннель сохранился, по нему можно пройти, я ходил. И действительно, он высечен внутри скалы, водопровод. Он же там воду закрыл в предместях Иерусалима, чтобы ассирийские войска не могли воспользоваться. А куда воду-то девать? Вот лучше ее провести внутрь, через тоннель, внутрь города. Но город на холмах расположен, а источники у подножья. Значит, нужно пробить тоннель, чтобы вода потекла от этих источников куда-то вот в центр холма и пробить спуск, чтобы можно было спускаться к этому водосборнику. Языки во всех его делах сопутствовал успех. А когда вайландские правители отправили к нему своих посланников, чтобы разузнать о знамени, которое было в его стране, то Бог оставил его, чтобы испытать его, чтобы стало явно сокрытое в его сердце. Вот Вавилон, еще одна, кстати, мировая держава, но будущее, пока что Ассирия главное, что-то стараются разузнать, и уже такой намек, что, может быть, не стоит им все рассказывать-то, но Языки вот похвастался. И опять-таки, очень-очень кратко, вот всего лишь дают общую характеристику событий, в отличие от книги царств, где написано это подробно. Прочие деяния Языки и доказательства его верности записаны в видении пророка Исаии, сына Амоца. Да, там есть в его книге. В книге иудейских и израильских царей. Может быть, это то, что мы сегодня называем книгами царств, но точно неизвестно, и совпадал ли текст с нашим нынешним, или нынешний прошел через какие-то редактуры. Не знаю. Когда Языки почил с предками, его похоронили на возвышении подле сыновей Давида. Вот он не просто среди других царей, он рядом с Давидом, как его сын. Он его потомок, да, но тут сыновья прямо вот его родные. Языки на их уровне почета. После его смерти все иудеи и все жители Иерусалима воздали ему почести. После него воцарился его сын Моносия. И дальше все, к сожалению, сложится не так хорошо и закончится довольно печально, но об этом последние главы книги второй Паралипомена.